Знак ГТО – гордость советского человека. Его наличие – это подтверждение здорового духа в здоровом теле. В СССР получение знака ГТО было целой системой оздоровления нации, подготовки к труду и обороне. Действовала она без малого 60 лет. В СССР здоровьем нации занимались всерьез и на государственном уровне. По сути, ГТО – это физкультурный комплекс. Он был введен в 1931 году и умер вместе с Союзом в 1991. За эти годы комплекс не раз переделывали и совершенствовали. Многие помнят, что раньше существовала традиция – в 6 утра по радио шла программа, посвященная гимнастике, и тысячи людей делали упражнения под звуки радиоприемника. Субботним утром депутаты Народного совета ДНР приехали в легкоатлетический манеж Донецк для того, чтобы сдать нормы ГТО. Народные избранники сдавали подтягивания, упражнения на пресс, кросс, прыжки в длину, а также поднятие гири. Чтобы получить зачет, им пришлось изрядно попотеть. Это очень правильно, что в нашей республике ажевозварцы внедряются подобные нормы, что они помогут и работать более качественно, более эффективно и защищать нашу родину. Действительно, все возрасты должны быть покорны и того, как и любви. И, по сути, это новое поколение. Я очень рад, что это будет внедряться по всем образовательным организациям, и средняя школа, и высшее образование. Здесь эти нормы будут внедряться. И по другим, скажем так, учреждениям, организациям. Это будет всеобъемлющее увлечение, скажем так, которое поможет держать спортивную форму, физическую культуру всему народу Донецкой Республики и развиваться так же, как в современном Советском Союзе после введения этих норм. Готовы к трудовой обороне? Готовлюсь. Я готовлюсь к трудовой обороне сейчас. Ну, думаю, еще надо будет подтягивать физическую форму. Наша фракция и фракция Донецкая Республика поддержала эту инициативу. Вот мы сдаем уже нормативы в зале отжимания, это загибание рук. Бег на 60 метров, вот прыжки в длину. Конечно же, главная цель возрождения советской традиции – укрепление здоровья населения, а также развитие массового спорта, который в дальнейшем должен стать более доступным для людей разного возраста и состояния здоровья. Дарья Черничная, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok